Готовь сани летом, ну а к пляжному сезону готовься уже зимой. Несмотря на то, что плавание входит в обязательную программу начальных школ, с течением лет количество утонувших в Эстонии остается, к сожалению, на стабильно высоком уровне. Так, за последние шесть лет, по данным Министерства внутренних дел, в водоемах Эстонии с жизнью распрощались более четырех сотен человек. Подробнее эту тему мы сегодня обсудим с Владимиром Куницыным, преподавателем по плаванию Таллинского университета. Доброе утро, Владимир. Доброе утро. Ну вот в прошлом году Союз плавания Эстонии, спасательный департамент и общество спасения на водах на основе собранных данных пришли к выводу, что наши дети не обладают достаточными умениями, чтобы уберечься от печальных историй во время купания. Так ли это на самом деле? Да, действительно, как бы на самом деле из этих цифр 400 человек за последние шесть лет 28 было детьми. И проблем тут очень много, как бы основная проблема на самом деле в том, что количество уроков в школах плаванию. Дети ходят на плавание, родители довольны, вроде как обучаются. Но на самом деле что происходит? В Таллине у нас самая лучшая ситуация, у нас около 24 часа уроков, то есть у нас в течение одного года проходит ребенок. То есть 24 всего. То есть это два раза в месяц? Нет, это два раза в неделю. Они выходят на протяжении одного, скажем, четверти одной. То есть 24 раза они ходят и все. Это в Таллине. В некоторых городах 16, в некоторых 8, в некоторых 10, в некоторых вообще отменяются. То есть у самого управления нет денег отвезти детей в бассейн, и уроки просто не проводятся. Но даже, если возьмем ситуацию в Таллине, у нас 24 урока. И в классе в одном от 16 до 28 детей. На это дается один преподаватель. То есть что получается? В принципе, в одном бассейне одновременно находятся два преподавателя. Один принимает класс, другой работает в бассейне. Потом он помогает немного второму преподавателю, а потом он провожает класс. То есть получается, что я встретил, чуть-чуть поработал и проводил. А другой должен быть все время на месте. И получается, если у нас из них 4 ребенка боятся воды, а 24 или 20 не боятся, то преподатель выбор. Или мне заниматься с 4 детьми, которые боятся воды, или заниматься с 20 детьми, которые не боятся. Будет заниматься с теми, которые боятся, будут 20 и 20. Или наоборот, будут заниматься с теми 20, то 4 человека, которые боятся, просто не пойдут в воду. И получается, что у нас ситуация, во-первых, у нас мало уроков, всего 24 максимум. Из них это зимний период, половина детей будет болеть, то есть половина уроков будет пропущена. Некоторые родители могут еще не послать детей, потому что волосы длинные, девочки не спают высушить и опять будут заболевать. То есть у нас получается, во-первых, у нас нет возможности преподавать нормально, потому что у нас очень много детей и очень мало уроков. Соответственно, получается, что образование детей, касаемое плавания, недостаточно на хорошем уровне. А если говорить об учебной программе, потому что бытует мнение, особенно в Союзе плавания, что учебные системы датируются буквально 70-ми годами, то есть устарели уже лет на 40+. А умение проплыть те же самые 25 метров от риска утонуть, оно как-то не спасает. На самом деле, да, что мы представим, 25 метров, да, в принципе, даже ребенок, хороший ребенок может проплыть их на одном вдохе, на двух вдохах тебе 25 метров. То есть ты не должен уметь ни дышать в воду, ничего, ты просто должен на силе их проплыть 25 метров, и ты получаешь засчет. На самом же деле, если мы посмотрим на ситуацию на открытом водоеме, то 25 метров — это очень короткий промежуток, плюс волны. У тебя волна накроет, ты заклюнуешь из воды, все. То есть это не является критерием, чтобы выжить в воде. Проведены некоторые исследования, и выяснилось, что 8 основных навыков должно быть у человека, чтобы выжить в воде, если он падет в воду. То есть первый навык — это умение падать и прыгать в воду. Второй навык — это умение опуститься под воду, ориентироваться под водой, плыть под водой. Третий навык — это встать из горизонтального в вертикальное положение и наоборот. Мы должны уметь превращаться со спины на живот, с живота на спину, плыть налево, плыть направо, уметь лежать на воде и дышать. То есть спокойно расслабляться, ты упал, что ты расслабился, ты не начал паниковать. Мы должны уметь просто отдыхать на спине, на животе, и должны уметь плавать на спине, на животе. То есть мы хотим сейчас ввести государственный стандарт плавания, умение плавания. Что это такое? Это некий стандарт, к которому должны стремиться все люди наши. И звучит он так, что человек должен в глубоком конце бассейна прыгнуть в воду и проплыть на животе 100 метров. Затем погрузиться на дно, достать со дна три предмета, положить их на бортик и стоять на одном месте на животе, на спине, три минуты. Потом развернуться на спину, доплыть, проплыть 100 метров и вылезти из бассейна. То есть этот стандарт, он заключает в себе много навыков. Тоже лежать на воде, ориентироваться под водой, всплывать и плавать. То есть много имен навыков, которые должны обеспечить безопасность воде. Но вот то, что вы перечисляете, я рискну предположить, что если человек научился плавать в детстве в каком-нибудь водоеме близ какого-нибудь пляжа, то он вот всеми этими навыками не владеет. Для этого же нужны какие-то специальные тренировки, или я ошибаюсь? В принципе, скажем так, очень много детей, которые в детстве проводят около водоемов, они учатся самостоятельно, играя. То есть в игре они все ныряют потихоньку, они начинают эти вещи делать. В принципе, да. Но, конечно, очень мало у нас детей сейчас проводят время около водоемов, особенно летом. Поэтому этому надо учиться в спортклубах, в школах. Лучше всего, конечно, в школах, чтобы была хорошая программа. Для этого нужно как минимум 40 уроков, чтобы такие вещи пройти и обучиться. А не 24, не 16, не 10, как у нас сейчас. Союз плавания Эстонии, Спасательный департамент, Общество спасения в сотрудничестве с преподавателями по плаванию, опираясь на иностранный опыт, создали некую новую систему определения плавательных навыков. Что это за система? На самом деле, этот стандарт, о котором я сейчас рассказывал, в принципе, он и есть. То есть там содержатся эти навыки. Если человек обладает этими навыками, тогда он может, скорее всего, выжить на воде, скажем так. Вы преподаете плавание в Таллиннском университете, если говорить... То есть это уже все-таки люди повзрослее, студенты. А как можно оценить сегодня уровень владения, так сказать, плавательными навыками у ребят постарше? Скажем так, по студентам этого нельзя оценивать, потому что студенты, это у нас все бывшие... Или бывшие, или данные спортсмены, то есть они очень плотно связаны со спортом, они умеют плавать. Также, если мы посмотрим на бассейны, бассейны у нас просто перенасыщены. У нас очень много людей ходят в бассейны. Но это тоже не гарантирует на то, что народ умеет плавать, потому что те, кто не умеют плавать, те просто не идут в бассейны. И их, к сожалению, очень много. Если посмотреть, сколько народу сейчас ходит на курсы для взрослых по обучению плавания, то там очереди стоят. Просто не записаться. Курсы для взрослых переполнены. А в чем главная проблема сегодня у взрослых, которые не умеют плавать? Это неумение, дыхание, это отсутствие какой-то выносливости, чтобы проплыть. Нет, у меня у самого был, приходил ко мне на курс один человек, который бегает марафоны, но не мог проплыть больше 25 метров. То есть основная проблема — это дыхание. Если люди задерживают дыхание в воде и не делают выдоха, тогда нет возможности наверху вдохнуть. И это самая большая проблема. Вторая проблема — страх. Если что-то случилось в детстве с человеком, если была ситуация, он отказался под водой, то он боится. И вот это тоже очень большая проблема. Что нового интересного в этой программе по обучению плавания, что сначала обучают человека заныривать на дно, что есть естественно. Потому что если ты не боишься опуститься на дно, то ты не будешь бояться наверху быть. И ты поймешь, что на самом деле опуститься на дно — это не так просто. Людям кажется, что мы боимся опуститься на дно, мы утонем. Нет, попробуйте опуститься на дно, это не так просто. Намного легче быть на воде, чем опуститься к дну бассейна. Можно ли преодолеть страх воды самостоятельно? Или вот здесь лучше обратиться все-таки к преподавателю, который поможет тебе и на дно научиться нырять, дышать правильно принципе конечно пойти это психологическая проблема первую очередь то есть лучше идти к преподавателю потому что самому это можно то очень трудно и очень тяжело мотивировать себя это сделать оказываешь на занятие по плану ты уже в группе находишь там 8 человек и сейчас получается что люди приходят другие дел по когда не будет и делал тоже и потихоньку это все получается и тут интересная проблема еще возникает что ко мне часто приходили мамы детей город хочу учиться плавать не спрашивает почему год а мой ребенок меня смотрит что я не пускай плавал и не пускай лицо в воду и то же самое повторяет то есть часто передается страх родителей детям поэтому очень важное внимание не только на детей но и на взрослых то есть взрослые это пример ребенку и поэтому если взрослые бы ходить детьми просто купаться в детстве бассейны это тоже будет большой помощью но основная конечно это обязательно очень школьная программа обучения ну что ж в школьная программа обучения по плаванию действительно стоит этой проблеме уделять чуть больше наверное внимание если цифра у нас погибших на воде действительно такие большие мы благодарим преподавателя по плаванию талининского университета владимира куницына что пришли к нам сегодня в студии а сейчас перервемся на музыкальную паузу и продолжим утреннюю программу